вчерашняя идея с камерой мне понравилась и я решила попробовать еще раз раз уж я целый день одна почему я не могу рассказывать то что как я провожу день правильно в общем что-то так хочу попробовать посмотрим что из этого получится потому что очень часто у меня каждый день похож на предыдущий зато настроение часто меняется можно поэтому что-то новенькое рассказать потом посмотреть как было как прошел день сейчас буду готовить себе завтрак хочу сделать себе кофе и бутерброд с сыром потому что вчера что-то так объелась и прямо зря хотя было очень вкусно ну что начинается новый день у кого как у меня утро начинается с youtube спустилась сюда в свой кабинет так сказать или за как мне муж называет каморочка и сейчас буду монтировать видео то что вчера на снимала монтирую я в одной программке но она мне конечно не очень нравится надо бы что-то другое поискать очень много платные но тоже платные непонятно там платить надо каждый месяц или просто покупаешь один раз ее в общем надо как бы разобраться а то что мне вот сын дал у него она такая можно пользоваться но она не очень удобная или я просто может быть не очень в этом разобралась хотя вроде бы уже везде там все потыркала там посмотрела но что-то как-то на мне не очень нравится я там пробовала в других делать было намного удобнее там например которые вот маленькие коротенькие кадры тоже бывают интересные но там буквально несколько секунд вот в этой программе они не очень удобные потому что там разделение вот эта шкала она очень мелкая и вот эти коротенькие кадры их очень сложно присоединить и причем приходится их очень часто убирать к сожалению в общем сейчас будут заниматься обработкой видео вчерашнего дня так вот я тут быстро перемещаюсь сидела занималась видео теперь вот еду сейчас забрала посылку мне моя подруга подарила секундочку надо выключить а то в общем мне моя подруга подарила орешницу я и говорила что я давно хочу орешницу и как бы ну как не видишь же первой необходимости да такая ну думаешь ну ладно ну нет и нет а несколько раз покупали орешки вот печенье орешки и покупали и каждый раз какие то вот то тесто какая то ерунда просто вот я не знаю кто это такое делает и или начинка ну в общем что то так вот невкусно в германии в общем что то мне вот пока сложно найти вкусные орешки ну по крайней мере вот в тех магазинах которые здесь вот русские магазины которые рядом с нами в общем вкусные ни разу не купила что такая быстрая доставка то есть третьего заказали четвертого мне уже это домой принесли там ровно там сутки до 24 часа и мне уже посылка на месте то есть но и причем как бы прелесть то какая была бы то есть то что просто меня дома не было да а так то получилось бы я прям бы на день рождения получил эту посылку тоже классно и ну вот так получилось в общем я сейчас забрала но я теперь это еще еду в магазин пути думаешь раз я поехала уже сразу съезжу с продуктами я не знаю я хочу вам говорить хорошие слова я хочу вас поддерживать я хочу вам вот если кто-то вам не сказал хорошее слово когда вы этого ждали давайте я вам скажу включайте мое видео и я вам буду говорить только хорошие слова даже когда мне плохо я вам буду говорить хорошие слова Пусть это только слова, да, пусть вы это услышите вот так вот от меня, как бы, с экрана, там, телефона или телевизора, я не знаю, компьютера. Ну, пусть они окажутся в нужный момент для вас, чтобы вы почувствовали, что есть люди, которые хотят вам хорошего. Я не хочу говорить, что вот я такая замечательная, и я хочу вот так вот просто, как бы, ой, даже не знаю, как это выразить, что типа вот я такая, они такие плохие, а я такая хорошая, буду вам это говорить. Нет, у меня просто даже вот необходимость какая-то в этих, в этом. То есть мне хочется это делать, понимаете? Это, я не хочу никого обидеть, я не хочу там плохо сказать о тех людях, которые не могут вам этого сказать, но просто, наверное, надо тогда, наверное, знаете что? Наверное, просто, если они не могут сказать, ну, просто вот чисто по-человечески, ну, не умеют или еще что-то. Вот я вам хочу за них сказать. Они, может быть, подумали, они, может быть, и хотели это сделать, но у них не получилось. Вот я вам хочу сказать, что хорошие слова надо говорить. Мне вот всегда говорили, что, да, хорошее слово и кошке приятно. То есть это пытаетесь говорить хорошие слова, а вдруг они кому-то в этот момент очень нужны. Сегодняшняя мысль моя о хороших словах, они нужны всем. Даже тем людям, которым плохо и которые думают, что хорошие слова не помогают. Вот все равно они помогают. Всем-всем. Я тут в шоке. Сейчас была в магазине, и меня свекровь опросила купить муки. Говорит, у нас, говорит, в магазине нету. Вообще, говорит, нет муки. Я думаю, ну, как-то странно. Мы вот были в субботу, и здесь вот в другом магазине все было. Сейчас пришла специально, смотрю муку. Вообще нет муки. Вы представляете? Вообще никакой. Какая-то там есть из друг... Ну, в общем, белой муки нет. Там дорогая только какая-то осталась, и все. Масла растительного нету. Ни подсолнечного, ни такого, которое вот из травы с какой-то делается, растительное такое. Вообще нет. Это вот что происходит, а? Это, говорю, с этой рекламой этого вируса люди просто с ума сошли. Просто настолько накрученная вот эта обстановка, что люди просто вот в панике в какой-то находятся. Это макарон вообще нет, тоже там какие-то остаточки. Магазины прям вот полупустые. Всегда все битком, всегда все не знаешь, куда девается. Всегда все полное. А это нету ничего вообще. То есть какие-то продукты, которые там подороже или чего. Народу очень много. На парковке очень много машин. Вот сейчас я еду в другой магазин. Хочу посмотреть ради интереса. И если есть, конечно, я куплю еще муки. Свекровь вся тоже в панике. Говорит, нет, возьми побольше. Муки вообще нет. Вот сейчас я еду в другой магазин. Вот я не понимаю, что происходит. Это какое-то сумасшествие. Я считаю, это ненормально так накручивать людей этим вирусом. В общем, сейчас схожу, приду, расскажу, что здесь происходит. Ну, реально я в шоке. Ну что, в этом магазине мука есть пока что. Тоже практически уже все разобрали. И я что-то вот не дошла, не посмотрела масло растительное в этом магазине. И что хочу сказать. Там стояла одна женщина, прям вот где мука. Я ей говорю, что же такое происходит-то? Говорю, ну это с ума сойти. Говорю, но всю муку, говорю, скупили вообще нигде. Вот практически ее нет в некоторых магазинах. Здесь вот, видимо, завезли недавно, еще не всю раскупили. Я говорю, ну что это происходит? Говорю, с этим вирусом, говорю, такую панику создали людям. Она говорит, у них дома есть дезинфицирующие вот это вот средство, которое вот тоже сейчас все разбирают, там для рук. И она говорит, это средство 2012 года. И на нем прямо написано, что также против коронавируса. Это в 2012 году. Это 8 лет назад. Было уже тоже известно про этот вирус. Тоже было написано это, да. А сейчас говорят, что это неизвестное все, что это вот откуда-то там непонятно, каким образом это. Что за вранье вообще? Вот сами подумайте, для чего это делается? Я прям возмущена очень сильно. Я считаю, что такие паники, которые, такую панику люди создают, это для чего? Мало стресса людям? Это, в общем, это неправильно. Не поддавайтесь, пожалуйста, этой панике. Все нормально. Макарон, главное, нет. Муки нет. Масла растительного нет. Яиц, кстати, тоже нет. Ну, только дорогие сорта там есть. И не было воды. Воды, которая, ну, такая обычная вода, мы в бутылках покупаем, потому что дети берут в школу. Ну, занятия. Ее тоже не было. Вот сейчас напишу мужу, чтобы он заехал, может быть, в другом магазине найдет. Получается, что одни создают панику, скупают все это, устраивают дома склады, непонятно зачем, а другие люди не могут купить. Вот что за бред? Возмутительно просто. И правильно вот еще дочка вчера читала, в интернете тоже написано, что эти вот дезинфицирующие вот эти средства там или еще какие-то, то, что сейчас просто скупается все огромным количеством, в аптеках эти товары уже не найти, а люди, которые действительно нуждаются в этих средствах, вот они не могут это найти, представляете? То есть люди, которые просто находятся в панике, это все покупают, непонятно зачем, и ставят дома в уголочек, да, на всякий случай. А людям, которым это действительно нужно, жизненно необходимо, они не могут это купить. Вот это, это же до абсурда доходит. Получается, одни лишь бы для чего-то покупают, а другие страдают. В общем, я не понимаю вот этого всего, не понимаю этого, этой накрученной обстановки, для чего она нужна. Я не поддаюсь. И тут, почему мука? Это тоже так смешно. Почему покупают все муку? Что все такие, пекари что ли? Вот, пожалуйста, идите в булочную, готовый хлеб покупайте. В чем проблема-то? Где эта проблема возникла? В какой момент? Почему мука? Мука спасает от коронавируса. Какой-то анекдот, да? Так что, люди, относитесь ко всему с умом и с пониманием. Ну, реально, до такого абсурда не надо доводить. В общем, смешно, конечно, и уже становится грустно от такого состояния вещей. Реально, просто невозможно. Купила себе тоже одну пачку муки для орешков. Я не из-за коронавируса купила себе килограмм муки. Орешницу, надо проверить. Вот она катается со мной вместе. Так что, надо будет сегодня искать рецепты. Вот орешница. Я ее распечатала. Вот. Так что, вот, она вот такого вот размера. Рассчитана на 24 вот такие половинки. Здесь вот внизу углубления сделаны. А вот здесь они, получается, как бы нажимаются, и получается такая вот форма. Рецепт буду искать в интернете. Посмотрю, попробую и постараюсь записать видео уже тогда с рецептами орешков. Ну, а так выглядит достаточно так неплохо. Отзывы тоже хорошие были. В общем, мы вот заказали с подругой. Вот это вот одна, и вон там еще одна стоит. В общем, не знаю даже, как она работает. Ну, просто для тех, кто, например, планирует покупать, я хочу сказать, что мне кажется, что нужно обращать внимание на количество вот этих вот углублений. Если, например, 12, то это в два раза дольше надо печь. А так, мне кажется, будет гораздо быстрее. В отзывах было написано, что по 5 минут и уже готово. В общем, будем пробовать. На сегодня это все. Завтра буду опять записывать видео. Попробую каждый день, постараюсь. Ну, а это вот такой подарок от моей подруги. Пришел практически в день рождения. В общем, спасибо ей огромное за такой подарочек. А вам большое спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!